Девушки отдыхают Сергей Светлаков Наталья Медведева Варвара Битбор Шоу выходного дня Добрый вечер, зрители канала СТС! С вами шоу выходного дня и его ведущие Роман Генусов и Антон Лирник! Сегодня, как всегда, будет много юмора, игр, музыки и, конечно, звездных гостей. Мы начинаем! Увидев этого человека, ничего не остаётся сказать, кроме как «Слава Богу, ты пришёл!» Ну, всё так делают! Да посмотри, а! Извините, да? Всем привет! Здравствуйте, Сергей! Здрасте! Здрасте всем! Здравствуйте! Сразу ритм задаёшь, да? Такой серьёзный? Да! Это ритм выходного дня, так назовём! А вы знаете, мне сказала бабушка... Это так, тоже из шуток! Какая бабушка? Моя! А! Просто моей нету, думаю, как вы общаетесь? Через мою! А! У них портал там, да? Ну, бабушки! Бабушки! У них же в WhatsApp есть группа! Там, неважно, живой, мёртвый, там, как бы, все пишут! Принимает! Интересно, кто деньги на счёт кладёт? Это сейчас мы просто про экономику начали разговаривать? Или? Да, конечно! У нас же острополитическая передача! Очень серьёзная, да! Что сегодня будем обсуждать? Девальвация... Можно, кстати! Чуть-чуть! А её ещё не запретили? Нет, на территории России она пожизненная, поэтому всё хорошо! Хорошо! А скажите, немножко отвлечённый вопрос, вам как... Ну, вполне! И, между прочим, всё сходится! Я сейчас уже начинаю, как вы, разговаривать, путать мысли, сейчас выпадет ресница, я загадаю желание! Пора начинать! Абсолютно! Добро пожаловать, Сергей! Встречайте! Актёр, продюсер, шоумен Сергей Смитлоснов! Ёлки! Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, два! Его светлость, его Сергей Шестласс! Сергей Светлаков! У него нет минусов, но не плюсы! У Сергея Светлакова! Мы не будем петь ничего лишнего! У Сергея Светлакова! Ведь он лицо канала, он продюсер! Сергей Светлаков! Привет, Серёг! И в левую! Рад тебя видеть у нас, Горяк! Большому человеку большое кресло стало, нормально! Слушай, ну расскажи, вот сейчас же прошлые... Да, давайте поговорим на серьёзные. Прошлые, прошлые ёлки были последние, видимо, да. Да, я официально заявляю, клянусь! Всё, что вы хотели, они последние, клянусь, больше не будем, всё! Серёж, ну по этому поводу и вопрос, чем ты дальше планируешь зарабатывать на хлеб? Да нет, у меня всякие бизнес-схемы же есть какие-то, я же пытаюсь, там, ночная доставка соли, вот это вот. Вот эти все, на эти, это ларёк свинины возле узбекского посольства. Да, да. Я считаю, стрельнёт. Круто! Все деньги туда вложим. Вот это масштаб, отлично, вообще супер! Ну, после ёлок! Ну и что? У вас-то как дела? У вас все приходят, вы всех спрашиваете, у вас-то как? Да, мы играем в игры, слушаем музыку. Веселимся? Да. Да, чисто по фану. Ты очень давно, очень классно шутил над новостями в программе «Прожидка Прис Хилтон». Ну, комментировал, как-то шутил. Программа уже не выходит в эфире, а зритель соскучился по твоим комментариям, понимаешь? Поэтому мы предлагаем сыграть нашу игру, которая называется «Смешнее, чем правда». Мы тебе рассказываем новости, но не до конца. Честные, реальные новости. Абсолютно, да, абсолютно. Готов? Поехали. Поехали. Начнём. Пожилая путешественница из Шотландии, сама того не ведая, привезла домой... Болезнь? Болезнь? Ну, это же какая-то жёлтая газета или нет? Да, смотря для какого канала новость, да. Больше солнца или чуть меньше солнца? Давай увеличим солнце, да. И так всё-таки болезнь. Да, нет, на самом деле она привезла домой питона. Путешественница. В себе? И Шотландии? Ну, я не знаю, как там, может быть, она... Чем-то очень плохое съела. А-а-а. Хорошо, вторая новость. Давай. Старушка неверно поняла инструкции во время проверки багажа в аэропорту и была... Такова. Кстати, да, у нас, видишь, какой модный... Подсказка, короче. Прекрасная новость вообще. Пишем такая. Главная новость дня вообще. Просто пропала старушка. Вы помогайте тоже, штурм идёт. Упаковали бабушку. Я слышал, засосала. Слышал. Нет, нет, и... Ну, прошла через багажный рентген. Ну, почти, да. Туда, по ленте прокатилась. Её утащила в багажное отделение вместо чемодана. Реальная история. О, ну, угадали, ребята. Идём дальше, прошу. У немецкого охотника отобрали лицензию после того, как он... Показал фильм с его участием. Хорошая версия, да. То есть ты считаешь, что он кого-то там убил? Ну, назовём это так, убил. Наказал. Он пришёл. Наказал. Пришёл чинить водопровод и убил домохозяйку. На самом деле, у него отобрали лицензию после того, как он был подстрелен собственной собакой. Ого. Жалко, что у нас нет фотографии. Знаменитые немецкие стрелковые собаки. Итак, следующая новость. Укушенный змеёй мужчина укусил жену, чтобы... Отомстить. Потому что они обе змеи. Да. Ну, на самом деле, печаль, а новость. Укушенный змеёй мужчина укусил жену, чтобы умереть вместе с ней. Ух ты! Понимаешь, да. Новость, внимание. Итак, в штате Флорида американка с ножом в руках защищала своё право. Налево? Да, да. Подожди, но если она держала нож в правой руке, она защищала своё право. Свою правую половину. Не подходи! Слева можно, напасть можно, да. А справа она защищала своё право. Это законченное предложение, да? Я тебе говорю, это самодостаточные новости. Да не нужно ничего заканчивать. Вообще ничего не нужно. Это непростые новости. Уберите троеточие, сэкономьте точки. Мы уже заплатили за ещё два слова в этом предложении. Итак. Ну, давай, отзвучи. В штате Флорида американка с ножом в руках защищала своё право пускать газы. Там продолжение есть, защитила. А кто же её остановит-то? Да ладно, Серёж, на самом деле мы тебя позвали не только для этого. А можно я тебя прерву? Я хочу поздравить своих родителей с золотой свадьбой. Ничего себе! Пожалуйста, пожалуйста. 50 лет Галина Григорьевна и Юрий Венедиктович в сцепке находятся. До сих пор. Я, конечно, думаю, надо бы правильно какую-то историю сказать, такую, знаешь, нежную, там, про маму, про папу, помнишь, там, что-то такая, знаешь, слезинка такая, лирика была. А в голову сейчас приходит историк прямо из детства какая-то, там, мне 8 или 9 лет было, слышу ночью крик такой. Забегаю в спальню, мама где-то в 3-4 метрах от кровати. Сынок! Папа! Всё. И, значит, оказывается, папе приснился сон, что к нему пристала собака. Он ей говорил, говорю, уйди, уйди, так уйди. Не уходила. И, собственно, говорит, я, как её, пинанул. С клейкой, мама. Серёжа, отец наш. Ногу поднял на мать! Ногу поднял, всё. А папа спросонник говорит такой, говорит, Галечка, дорогая, ты уж прости меня. Слава богу, палку не взял. Хотел, да? Поэтому да. И вот так 50 лет вместе. Мама, папа, простите, что именно эта история является поздравительной, но что вспомнил. А сейчас сенсация. Сергей Светлаков уходит с телевидения. Не больше, чем на полчаса, чтобы вернуться к нам в конце программы. Дождитесь, не пожалеете. Потому что в конце программы наша любимая рубрика «Очень серьёзное кино». Ну, здравствуй, зятёк. И сколько ты зарабатываешь? Да чё ты? Артём нормальный парень был. А мне вчерашний больше понравился. Родители кем работают? Ничего не употребляешь? Любишь мою дочь? Где я был вчера? Посмотреть глаза мне! Тихо. Хочешь, всех моих посмотри? Ты просишь руки моей дочери, но делаешь это без должного уважения. Ну чё, Калисий, было чё, да? Было? Ну? А! А! Счастья вам! Может, он реально там умер, нет? Привет! Привет, Ромка! Но под это, да, пробежаться трудно. Вот. У меня и не получилось. Верно. А мы встречаем нашего музыкального гостя, который уже поднимается к нам в лифте. Митя, встречай! Варвара Висбор. Здравствуйте, Варвара. Здравствуйте. Меня зовут Митя. Очень приятно. И мне тоже. Скажите, пожалуйста, вот я когда слушал ваши песни все, вы больше спокойно у вас, да, музыка? Нет. Нет. Но я вот не нашёл ни одной песни, под которую можно пробежаться, например. А что вы слушали? Там было про камни, река из камней. Так. Потом про зима. Да, но под это, да, пробежаться трудно. Вот. У меня и не получилось. У вас подборка какая-то такая лиричная. А есть песня «Люся». Слышали такое? Нет, не слышал, но название уже ноги задвигались. Вот. Он за мною вид нашёл, взял за локоть. Слушай, «Люся», будет очень хорошо. Я живу в отдельном люксе. Итак, приглашаем вас к нашим интереснейшим Антону и Роману с Юнусовым. Спасибо. Коренная москвичка, воспевшая свои песни «К красоту» жительниц Крайнего Севера. Варвара Висборг. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я понимаю, Варвара, что это может быть где-то на больную, на мозоль, но всё-таки. В 2015 году вы были в шоу «Голос». И к вам не повернулся ни один из наставников. Вы сказали, что вы ни на кого не обижаетесь. И выложили потом вот эту фотографию. Внимание. Потом? Да это как-то было не связано. Скажите, пожалуйста, а кого вы здесь представляли? Градского. Или Басту. Я представляла, что я поеду в Таиланд и буду там заниматься. Ну, да, ушла от ответа. А как в итоге в Таиланд это пригодилось? Да. Да-да. Меня не убили, всё, страх прошёл, всё хорошо. Ну, а сколько побед на счету? Нет, каких побед. Это просто типа фитнеса. А, так это фитнес. Ну, как местный колорит. Вы Буакао Пор Промука знаете такого? Как? Буакао Пор Промук. Возможно, только вы и знаете, и ваши воображаемые друзья. Ну, ты из Саратова? Давайте. Великий боец. Он, даже ему при жизни установили памятник там в Таиланде. И это памятник и сам выиграл пару боёв. Такой, вот такой чувак. Вы с ним спарринговались? Нет. Вот жаль. Он великий. Он же памятник. Как можно спарринговаться? Ну, я вот теперь я обязательно посмотрю бой своего участия. Популярных артистов иногда просят на концертах исполнить ту или иную песню. А что делать, если песню вы не знаете? Что делать? Исполнять в особой собственной манере. И это мы обязательно проверим в нашей игре, которая называется «Отвали это кавер». Мы предлагаем вам строчки из разных песен. Ваша задача подобрать, какой бы стиль идеально подходил бы к этим строчкам. Послушаем ваш вариант, потом Камезаки Бент, а потом оригинал. Ага, хорошо. Итак, первый текст на экране. Мы его прочитаем сейчас, чтобы вы услышали. Плохие деревья, плохие дома, такие плохие кусты, такие плохие, какие дома. Особенно эти кусты. Это реально существующая песня. Потрясающе. Итак, какой бы стиль вы могли бы предложить? Тут какая-то драма, я чувствую, происходит, потому что плохие все-таки деревья. Да? Да, прошу вас. Так, ребята, знаете, такой медленный, типа свинга что-то такое. Поехали. Плохие деревья, плохие дома, такие плохие кусты. Отлично. Такие плохие, какие дома. Особенно, 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 особенно эти кусты. Плохие деревья, плохие дома, такие плохие кусты. Такие плохие, такие плохие, как и дома, особенно, особенно эти кусты. Аплодисменты, друзья. Аплодисменты, друзья. Ощущение, что у Летова не получилось раскрыть весь потенциал этих стихов, так как у Варвары аплодисменты и ей. Вот у нее получилось. Переходим к второй песне. А я поеду в город невест, чтобы начать все заново и найду там себе the best from Иванова. Что-то знакомое. Как будто бы да. Вот к мизяке как-то ближе, да? Они вот сразу подобрались, практически так вот немножко народная такая тема. Это не соревнование, слушайте. Тут просто веселимся. Каждый делает самое веселое, что может. Просто главный приз – миллион долларов. Вот так? Да, я тоже хотела спросить, неужели без подарков. Так. А давай какой-нибудь рифчик на басу. Да, вот прям с баса так начнем. А можешь пожестче? Отлично. А я поеду в город невест, чтобы начать все заново, чтобы найти the best from Иванова. Ну вот, все, пожалуйста. Новый хит. Камызяке, ну если есть какая-то веселенькая ответочка? Веселое с отчаянием. Самое веселое, что у нас есть. Обычное настроение в нашем городе сейчас передадим. А я поеду в город невест, чтобы начать все заново. И дойдутся без заново, the best, 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 the best. Итак, ну а теперь давайте послушаем оригинал, ребята. Внимание! Да. А я поеду в город невест. Это же рэпчик, ребята. Чтоб начать все заново, и найду себе там, the best, from Иванова. From Иванова. Аплодисменты, друзья, мы продолжаем. Это последний вариант, который я предложил бы, конечно, на эти строчки. Итак, Антон, прошу вас, заключительный текст. Нежная девчонка, ты помни меня. Я ведь только твой, слышишь, больше ничей. Как же ты умела парнишку понять, как же ты хотела тех пьяных ночей. Итак, финальный текст, Варвара, прошу. Какого же самая любимая стиль исполнения? Вдохновению-то есть предел. Так, нежная девчонка. А, слушайте, ну тут да, давайте типа в стиле руки вверх или типа того, да? О, спали. Тынс, ты, тынс, ты, тынс, ты, тынс, ты, тынс, ты, тынс, ты, тынс. Что? Нежная девчонка, ты помни меня. Я ведь только твой, слышишь, больше ничей. Как же ты умела парнишку понять, как же ты хотела тех пьяных ночей. Вообще супер. Ну, пацаны, если и сейчас у вас есть свой вариант. Ну, смотри, они не сдаются, они сдаются. Си-мажор, говорят ребята. А мы их не понимаем. Нежная девчонка, ты помни меня. Я ведь только твой, слышишь, больше ничей. Как же ты умела парнишку понять, как же ты хотела тех пьяных ночей. У-у-у. Хорошо. А теперь проверим, насколько вы были близки к оригиналу. Давайте послушаем оригинал. Внимание. Нежная девчонка, ты помни меня. Я ведь только твой, слышишь, больше ничей. Такое ощущение, что сейчас позвонят ребята и... Алло, вы там что, наши песни переделываете? Выезжаем. Ну что, друзья, мне кажется, это было потрясающе. И перед что, аплодисменты Варваре. Варвара Випа! Варвара Випа! Идеально исполняет не только свои песни. Браво! Спасибо. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. А пока мы ждем нашего следующего гостя, давайте посмотрим нашу постоянную рубрику «Кто ты, когда?» Так, предлагай еще одну партию. Да сколько можно-то уже, ну? Мне принципиально отыграться. Да давай быстрее уже. На счастье. Плю на счастье. Ну что, погнали? Так, подождите. Сначала почитаем правила. А давайте, кто проиграет, тот пьет. Или выиграет. Ну, не важно. Ну, не важно же, ну. Если игроков семь или больше. Нас меньше. Хорошо. Если игроков шесть или меньше, это наш случай как раз. Твоё лицо, когда никто не догадывается, что ты мафия. Ничего не знаю. Всё, я сказал, я был первым. Всё, я ничего не буду. Так, так, стоп, стоп, стоп. Значит, два голоса за тебя, два за тебя. Значит, я решаю. Так, ну давайте начнем. А, нет, тут с другой стороны еще. Стоп. Если игра заходит в тупик. Ну, ну, что, армянин? Нет. Ну, время, время. Что, курица? Ты что, курицу же могла показать? Ну, Семёна бы показала, и всё. Слышь, придурок, а ну закричь, мы за тебя проиграли. Что вы закричите, если вы видите призрак? Джигурда. Да. Наверху написано напечатать. С мягким знаком. А есть, есть, есть. Нажимай, нажимай, бабуля, пальчиком в лазу. Друзья, наш прекрасный гость уже в прихожей. Тут-а-тут. Хо-хоу. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Здрасте. Чуть не сказал, Медведьевна. Ой. Хорошо, что не сказал, Медведица. Это точно. А скажите, какой вам больше юмор нравится? Всё-таки зимний больше или какие-то летние штуки? Весенний. Мне нравится весенний юмор. Свежий такой. Как будто подскользнулся, да, на банане. Да. Да, похоже на весенний юмор. Очень. Ну что, я за... Вот тремя комарами меньше. Добро пожаловать, Наталья. Ура. Ура. Наталья, прошу, присаживайся, приходи, располагайся, как тебе удобно. Красота. Здравствуйте. Как отгрохали, да? Ой, знакомые лица. Ой, класс. Крюмезяки Бэнс. Да. Ну, перейдём к серьёзным темам. Да, давай. Отвозь. Да, отвозь. Меня знаешь, что интересует? Я недавно узнал. Да. Что ты номинирована на премию, как лучший анимационный персонаж. Озвучка лучшего российского анимационного персонажа. Да. Что за премия? Куда ходить? Где смотреть? Как голосовать? Я впервые участвую в подобной номинации. В общем, то, что смотрят дети. Я знаю, это мимимишки. Мимимишки. Это Кеша. Я знаю. А знаете, почему я знаю? Потому что у нас у всех дети. Конечно. Да. Я смотрю на поплавок, клюёт. Тяну удочку. А там вот такая рыба. Ты очень классный, очень органично. Медведя озвучиваю. Да, озвучиваешь. Медведева озвучивает мишку. Слушай, ну теперь я хотел бы поговорить, знаешь, о чём? Это «Последний герой». Да, «Последний герой». Расскажи, где снимали? Как всё это было? Нам интересно. Съёмки были на Филиппинах. Больше месяца всё это проходило. И весь месяц мы же там жили на острове? Это всё реально. Без каких-то средств гигиены, без постели, без какой-то вот еды. Кайф. А расскажи, как это говорило. Это действительно приключение. Это как у всех происходили метаморфозы. Всех штырило, какие-то галлюцинации на определенный день. Кукустила Скалопендра. Как в Камузяке всё. Вы там против экстрасенсов играли, да? Слушай, ну интересно, но вот если ты победил экстрасенса, ты сам становишься экстрасенсом вообще? Работает такое правильное? Если бы не были экстрасенсами, ребят. Да? Понятно. Вывели всех на чистую воду. Ну это очень было круто. Это какое-то для нас всех это вообще было какое-то волшебство, чудо, потому что вот эти огромные звезды неба, светящаяся вода с планктоном. Ну то есть... А в это время муж в Москве с двумя детьми. Вот он, последний герой. Вот он, настоящий последний герой. Без него этого вообще никак не произошло и не случилось. Каташ, мы здесь не только задаем вопрос нашим гостям, а также играем в забавные, классные игры. Да, я обожаю. Итак, встречайте, наша бабушка! Ну что ж, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня Миланя Алексеевна. Миланя Алексеевна, как бы завуалировать? Вот мне вчера было 32 года, а сколько вам было вчера? Мне 89. 89. Да, получается, вы выиграли. А вот как однажды сказал граф Дракула, вы знаете, что сейчас произойдет? Нет, не знаю. Ему так же и ответили. Ну что ж, тогда мы желаем вам удачи. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Прямо здесь и сейчас наша игра, которая называется «Внучек, помоги!» Наташ, суть такова. Скоро тебе позвонит бабушка, расскажет о своей проблеме. И тебе нужно по телефону помочь бабушке с компьютером или с каким-то гаджетом. Да. Итак, внимание, сейчас мы проверим, можешь ли ты помочь бабушке или ты никчемная внучка. Все готовы? АПЛОДИСМЕНТЫ Алло. Внучка, да помоги мне, пожалуйста. Мне нужно распечатать сельфи на принтере, а я не понимаю ничего. Ага. Бабуль, смотри, значит, нажми на кнопочку, которая внизу. Один раз нажми сейчас. Нажала? Нажала. Там циферки появились? Да, появились. Циферки. Вот смотри, нажимай. Ноль. Есть. Девять. Есть. Ноль. Три. Восемьдесят пять. И восемьдесят пять. Появились картинки? О, много. Ой, молодец, бабулечка. Смотри, ищи теперь серую такую картиночку с фотоаппаратом. Видишь ее? Нет, вы так быстро. Вверху, вверху, бабуль, вверху вот. Наверху. Бабулечка, все получится у тебя. Все получится, моя хорошая. Есть. Отлично. Теперь нужно перевернуть камеру на себя, чтобы ты себя... Куда ее повернуть? На себя. Направь, ты видишь себя в камеру или нет? Нет. Нет, не вижу, не вижу. Тогда вот внизу экрана, справа, есть такие стрелочки туда-сюда. Вижу, вижу. Это я нашла. Вот, нажимай туда. Нашла, нашла. Молодец, бабуля, ты у меня самая лучшая. Теперь, смотри, направляешь. Я вижу себя. Вот. И теперь там есть такая кругленькая белая горитна, которая тоже дотронуться на экране надо. Вот на себя направляй и нажимай. Направила. Супер. Теперь, бабуль, смотри, внизу... Нет, 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 нет. У меня не получается. Получилось, получилось. Не получается. Получилось, получилось. Бабульечка, у тебя все получилось, я знаю. Теперь внизу слева, там вот есть маленькая картинка. Есть, есть, есть. Нажала на нее? Нажала. Так. Увидела то, что ты сфотографировал. Появилась фотография? Есть. По-моему, там снизу, слева, есть такой квадратик, из которого стрелочка вверх. Так. Внучечка, ты так быстро говоришь, что я не соображаю. Прости, бабуль, прости, я буду медленнее говорить. Смотри, вот этот квадратик со стрелочкой у тебя получилось нажать? Получилось. Ой, ты моя хорошая, я бабуль. Теперь у меня внизу все. Да. И теперь листай, вот как бы пролистывай влево, вот влево смахивай пальчиком вот то, что появилось. Справа налево, бабуль. Делаешь? И там будет такой изображен рисунок принтера. Знаешь, как принтер выглядит? Как коробочка такая, в которой листочек вставляют. Да не вижу я его и не найду. Не видишь. Так. Какой рисуночек там? Что там изображено? У меня изображено три моей морды. Ага. Ну ты моя хорошая. Сейчас мы все сделаем. Что ж теперь нажимать мне? Подскажи, пожалуйста. Принтер. Нажми на принтер. Найди то, что похоже на принтер по твоему мнению. Все, что похоже на принтер, нажимай. Нажала. Ну вот напечатать там слово будет написано. Параметры. Ага. А напечатать, бабуля? Бабуля, ты сможешь. Наверху написано. Напечатать. С мягким знаком. А есть, есть, есть. Нажимай, бабуля, пальчиком в ласкну. Нажала? Внучечка нажала, опять я появилась. Ты бабуля. Бабуля. Нажала? Нажала, нажала. Умничка. Умничка, бабуля. Умничка, мама и актриса. Браво! Спасибо! Спасибо! Уапара-папара, 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 уапара-папара. Ну а теперь специально для вас петь для выходного дня. Встречайте. Камызаки Бэнт. Друзья, когда людям крайне тяжело, они идут на крайние меры к крайним людям. Жизни у меня сейчас как-то все не то. Навалились в кучу все проблемы. И однажды на глаза попалось мне в метро От одной гадалки объявление. Привлеку за раз удачу и верну любовь. Принимаю наломы по карте. И вот среди свечей она стоит передо мной. Бархатом, стереотипом платье. Белая колдунья Лена бегала вокруг и пела. Вырвала пучок волос, капала мне в уши волк. Плетки била по запястьям, отгоняющей несчастья. Ведь давала чью-то кровь за какую-то любовь. Я вышел от этой колдунью и стало как будто бы легче мне. Но это как будто все, как я и думал, не продержалось и день. Все так же хреново, все так же один против кучи серьезных проблем. И лишь полищал мой кошелек на 25 тысяч рублей. Я колдунью понял, это чистое вранье. Но ее совсем не осуждаю. Просто взял, повесил объявление свое. И в бархатном, стереотипном платье. Я теперь колдую тоже, воском капаю на кожу. Я стригу ресницы с глаз, чтобы снять клиента с глаз. Чтобы было больше денег, заставляю нюхать веник. Чтобы бизнес процветал, просто рядом танцевал. Что я хуже, чем кодони, целый час смотрю в ладони. Возвращаю, исцеляю, поглощаю, натираю. Чтобы было лучше нам, экстра-сессу, колдунам. Ради исцеления! Делайте вложения! О-о-о-о-о-о-о! Делайте вложения! О-о-о-о-о-о-о! Пришло время специального сюрприза для наших зрителей. К нам возвращается Сергей Светлаков. Итак, мы тебя позвали сюда, в общем-то, ради одной большой цели. Мы хотим, чтобы ты снова поменял свое амплуа комедийного актера на амплуа серьезного, драматического актера. Обратно в камень я не вернусь. Мне обратно нельзя. Нет, это будет совершенно другое, абсолютно серьезное кино. Мало того, ты еще будешь задействован как автор сценария. Давайте. Мы все твои ответы впишем в сценарий, и получится очень классный сценарий. А, все, теперь понял, да. Поехали. Любая жидкость. Жижа. Напиток. Газировка. Титул. Придворный лекарь. Блюдо восточной кухни. Шурпа. Односложное существительное. Смесь. Певица из 90-х. Ветлицкая. Современная звезда. Вит... А. Современная группа «Пикник». Хорошо. Российский рокер. Шевчук. Шевчук. Прилагательный обозначающий цвет. Ну, светлый. Животное во множественном числе. Козлы. Страна. Лимония. Воинское звание. Младший лейтенант. Детское обзывательство. Хлебосос. Известная больница. Боткинская. Другое животное. Ишак. Временной интервал. 15 минут. Что вы закричите, если увидите призрак? Как его фамилия-то? Джигурда. Да. Назовите любой язык. Ну, тайский. Любая профессия. Репортер. Телепередача. Что, где, когда. Фамилия политика. Ну, понятно, что Жириновский первый приходит. Существительное женского рода. Мечта. Существительное во множественном числе. Слушайте, как будто на диктант сейчас какой-то общероссийский идет. Стены. Электроинструмент. Дрель. Сумма, которую вам не жалко потерять. 620 рублей. Почему такая точность? Да, блин, я эту подписку только вот год, оказывается, у меня снимали. Это каждый месяц. 620 рублей? 620 рублей в месяц. Я не знал, что я был подписан на этот сайт. Сегодня только отключил. Да? Не хочется себя считать дураком, поэтому мне все равно. Или надоело. 620 рублей в месяц я готов потерять. Окей. Другой временной интервал назовите. 45-46 минута. Угу. Ласковое обращение к собачке. Кашамба. Курорт. Юрмала. Угу. Любой год. 77-й. Отлично. Материал. Доска. Доска. Отлично. Любой продукт из магазина. Огурец. Глагол, означающий воздействие на что-то или кого-то. Утеплять. И любимые цитаты из мультфильма. Шляпа все плыла и плыла, пока не скрылась за поворотом. Класс. Сценарий готов. Отправляемся на съемочную площадку. Класс. Телеканал СССР и шоу выходного дня представляют. Сергей Светлаков в фильме «Агент 007». Умри, но не в субботу. Что-нибудь выпить, сэр? Двойная жижа с газировкой. Взболтать, но не смешивать. Будем. Полагаю, вы придворный лекарь шурпа? Возможно. А вы? Смесь. Джеймс. Смесь. Мне должно убедиться, что вы – это вы, мистер Смесь. Пароль для связи «Ветлицкая» уже не молода. Но и Шевчук еще не перезрел. Тогда сразу к делу. Что вам удалось узнать? Вам знакома организация «Светлые козлы освобождения страны Лимонии». Ну, разумеется. Их лидер – младший лейтенант Хлебосос. Младший лейтенант Хлебосос выкрал из Боткинской больницы яд Ишака. Яд Ишака? Это страшное оружие. Любой, кто вдохнет его, моментально умрет через 15 минут. Именно. И он собирается распылить его на концерте группы «Пикник». Там же могут быть люди. Жигурда! Придется действовать быстро. Вот ваше задание. Значит, вы прилетаете в страну Лимонию под видом обычного тайского репортера для съемок в программе «Что, где, когда». Это не вызовет подозрений. Остальные инструкции получите завтра у памятника Жириновскому. Какие-нибудь... Какие-нибудь пожелания? Мне понадобится мечта, стены и дрель. Само собой. А пока возьмите вот это. Ручка, стреляющая репликами. Ключи от сверхзвукового медленного человека. И... 620 рублей наличными. Я думаю, этого хватит на первые 45-46 минут. Хорошо. Удачи. Помнишь меня? Кошам. Кошам. Юрмала, 77-й. Как же ты вспомнил? В твоей духе... доска с нотками огурца. Значит, ты помнишь и тот вечер у моря, когда я сняла платье и пошла купаться, а ты смотрел и... утеплял. Ваши напитки, сэр. Ну что, за встречу, Кошамба? Ну вот и все, Джеймс, смесь. В твоем стакане был я от Ишака. За освобождение лимонии! Ты думал, я не узнаю тебя? Младший лейтенант Хлебосос. Ты просчитался, я поменяла стаканы. К SMS-дел flip. Молодший лилийтенант Хлебос. Молодший лейтенант Хлебос. Может, он реально там умер, нет? Ты спасла мне жизнь Не благодари Просто скажи мне то, что сказал тогда В Юрмале А шляпа все плыла и плыла Пока не скрылась За поворотом Сергей Свердаков На этом все друзья Увидимся через неделю Пока Я так понял Опять Как будто сумасшедшая обезьяна Да написал сценарий Ну сценарий писал я Поэтому спасибо за комплимент Спасибо за искренность Сергей Спасибо всем большое И надеюсь, что наш зритель Сегодня получил удовольствие От того, что он не думает А просто улыбается И ждет понедельника А наши зрители А наши зрители Это кто? Андрей Петрович Кольцман 73-го года рождения До свидания В лифт Смотрите в следующей программе Андрей Рожков И Юлия Михалкова Александр Пучной А также Жоя Бербер Жоя Бербер Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому